Здравствуйте! В эфире телеканала Новороссия ТВ новости. В студии для вас работает Виталий Нагорный. Коротко о главном. Москва призвала Киев не надеяться на пересмотр минских соглашений. Газпром назвал условия продолжения транзита газа через Украину. Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии. Мероприятия, включенные в процесс разведения сил и средств в Петровском со стороны ДНР, проходят согласно графика. 19 ноября – это крайний день для завершения разминирования всех минных заграждений и подготовки к демонтажу фортификационных сооружений. О ходе работ в этом направлении, рассказал руководитель представительства ДНР в СЦКК. Саперы МЧС ДНР ликвидировали минно-взрывные заграждения в зоне ответственности республики на участке разведения сил и средств Петровская Богдановка. Об этом заявил руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов. Он отметил, что за семь дней работы саперы МЧС провели разминирование порядка трех тысяч квадратных метров территории. Руководитель представительства также добавил, что в дальнейшем запланировано проведение инженерной разведки, зачистка местности, а также уничтожение неразорвавшихся боеприпасов. Напомним, что при условии зеркальности действий конфликтующих сторон следующим этапом должен стать демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения, а также ликвидация невзрывных заграждений. Процесс предполагается завершить 4 декабря. На фоне новостей о подготовке саммита в нормандском формате при участии глав Франции, Германии, России и Украины, который запланирован на 9 декабря, в Киеве звучат заявления о поиске правительством страны альтернативных вариантов Минских соглашений. Мало того, что такие провокационные речи перечеркивают смысл нормандского формата, так это еще и открытое неуважение к лидерам стран-участниц формата и достигнутым ранее договоренностям. Москва призвала Киев не надеяться на пересмотр Минских соглашений и воздержаться от провокационных заявлений о будущем Донбасса, в том числе и от высказываний о депортации жителей ДНР и ЛНР. Об этом заявил полприет РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов. Хотел бы призвать киевскую сторону воздержаться от возможных заявлений и действий, имеющих провокационный характер. Подобные заявления действий могут поставить под вопрос ответственность и дееспособность киевских политиков. Напомню, что минские договоренности закреплены резолюцией Совета безопасности ООН. Не нужно рассчитывать на их пересмотры в других форматах и тем более пытаться сделать это в одностороннем порядке. Данное заявление было сделано на фоне новостей о подготовке саммита в нормандском формате, который запланирован на 9 декабря. Отметим, что ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко, комментируя предстоящую встречу в нормандском формате, заявил, что альтернативы минским соглашениям не готовятся, но Киев допускает пересмотр отдельных пунктов и дат. Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце нынешнего года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, но пока безрезультатно. На последней встрече 27 октября представители России предложили пакетный вариант решения газовых проблем. В частности, речь шла об обнулении всех претензий и судебных разбирательств. В этой связи российский «Газпром» направил украинскому «Нафтогазу» предложение по транзиту голубого топлива. «Газпром» направил украинской компании «Нафтогаз» официальное предложение о продлении транзитного контракта. В компании также уточнили, что готовы заключить новый договор на год с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе. Кроме того, в предложении указано, что необходимыми условиями является отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращении всех судебных разбирательств. В свою очередь, министр энергетики Украины Алексей Оржель назвал предложение «Газпрома» неприемлемым. При этом он добавил, что взаимопонимание можно найти. Оржель подчеркнул, что в случае подписания долгосрочного контракта на транзит газа в необходимых объемах, Киев готов на компромиссы. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко также заявил, что Киев будет добиваться от «Газпрома» через арбитражный суд компенсации в размере свыше 11 миллиардов долларов, если Россия прекратит транзит газа через украинскую газотранспортную систему с 2020 года. Правительство Соединенных Штатов Америки в очередной раз показывает свою несостоятельность. Вместо того, чтобы развивать и улучшать свою военную технику с целью ее конкурентноспособности на мировом рынке, Вашингтону проще объявить санкции стране, которая отказывается от услуг США. На этот раз такой страной стал Египет. В ходе 16-го международного авиационно-космического салона «Дубай Airshow-2019» помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявил, что в случае приобретения Египтом российских истребителей Су-35 США будут вынуждены применить санкции. По его словам, под вопросом окажется и возможность дальнейшей закупки Египтом американского оборудования. Представитель американского внешнеполитического ведомства также отметил, что Каир уведомлен госдепом о возможных рисках. Напомним, ранее газета The Wall Street Journal информировала, что госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер направили министру обороны военной промышленности Египта генерал-полковнику Мухаммеду Заки письмо, в котором предостерегли Египет от покупки истребителей Су-35 у России. Президенты двух стран России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон довольно часто контактируют с целью обсуждения различных вопросов международной повестки и поддержания хороших дипломатических отношений. Какие темы на этот раз были затронуты лидерами двух стран – далее в сюжете. Президент России Владимир Путин провел телефонный переговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном передает пресс-служба Кремля. Главными темами разговора стали ситуация на Украине и саммит в нормандском формате, который пройдет 9 декабря в Париже. Так, Путин и Макрон сошлись во мнении, что встреча должна способствовать скорейшей и окончательной реализации минских соглашений. Лидеры также отметили необходимость выполнения Киевом обязательств по урегулированию конфликта. Уточняется, что прежде всего речь идет о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса, заявили в пресс-службе. Кроме того, президент России сообщил Макрону о передаче Киеву катеров в Бердянск, Никополь и буксира Яны Капу, задержанных в прошлом ноябре в районе Керченского пролива за нарушение российской государственной границы. Также в телефонном разговоре главы двух государств затронули ситуацию в Сирии. В пресс-службе отметили, что была условлена дальнейшая координация по линии военных ведомств России и Франции в целях эффективного противодействия террористической угрозе в регионе. Также лидеры двух стран обсудили начавшуюся 4 ноября работу Конституционного комитета под эгидой ООН и договорились продолжить контакты на различных уровнях. Россия и Япония вот уже много десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. 4 октября в рамках речи на внеочередной сессии японского парламента премьер-министр Японии Синзуабе заявил о своей готовности прийти к расцвету отношений между Москвой и Токио после решения территориального вопроса. Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Юсихиде Суга заявил, что переговоры относительно территориального вопроса и заключения мира между Японией и Россией будут продолжаться в плотном режиме. Он также отметил положительные сдвиги в решении данного вопроса, достигнутые двумя сторонами за последние годы. Третий год подряд растет товарооборот между странами. Начали осуществляться пилотные проекты на четырех северных островах. Появляются конкретные результаты. Напомним, Москва и Токио много десятилетий продолжают консультации с целью достижения мирного договора по итогам Второй мировой войны, основным препятствием которого остается разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность и Турупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. МИДРФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению. 22 октября Российская Федерация и Турция подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В частности, он подразумевает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Москва ранее сообщила, что отвод курдов завершен досрочно и после этого началось совместное российско-турецкое патрулирование. Министр иностранных дел Турции Малют Чавушаглу заявил, что Россия и США не выполняют договоренности по Сирии. Он добавил, что в связи с этим Анкара может возобновить военную операцию на территории САР, подчеркнув, что Турция готова добиться полного вывода курдских формирований с севера страны. В свою очередь, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Канашенков отметил, что заявление Чавушаглу вызывает недоумение. Он напомнил, что Россия в полном объеме выполнила и продолжает выполнять положение сочинского меморандума 22 октября. В частности, досрочно обеспечено разведение конфликтующих сторон, а также проводится совместно с турецкими вооруженными силами патрулирование приграничной территории Сирии. Представитель Минобороны подчеркнул, что благодаря реализуемому комплексу мер удалось значительно стабилизировать обстановку в регионе. Он также выразил мнение, что заявление главы Турецкого внешнеполитического ведомства с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирии, а не к ее урегулированию, как это зафиксировано совместным меморандумом, подписанным президентами России и Турции. Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 13 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории республики 124 единицы боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Под огнем украинских силовиков оказались «Спартак», «Сигнальная» и «Луганская», «Озеряновка», «Петровская», а также «Куликова», «Зержинская» и «Коминтерного». При обстрелах применялись минометы калибром 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. В Управлении народной милиции республики также сообщили, что разведка ДНР зафиксировала отсутствие почти 140 единиц украинской бронетехники и артиллерии в установленных согласно Минским договоренностям местах хранения. В ОНМ уточнили, что данные факты подтверждаются миссией ОБСЕ. Министерством транспорта ДНР продолжается работа по восстановлению поврежденных участков дорожного полотна. На данный момент сотрудниками ведомства ведутся мероприятия по ремонту автомагистралей. В пресс-службе Министерства транспорта отчитались о ходе выполнения работы. На двух из трех участков автомагистралей госназначения Донецк-Новозоск-Седово-Снежное-Маринов-Конакуйбышево завершаются работы по текущему ремонту. При благоприятных погодных условиях завершить работы планируется в конце ноября 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта ДНР. До конца текущей недели Минтранс планирует в полном объеме восстановить участок протяженностью 5 км автодороги общего пользования государственного значения Т-0508 Донецк-Новозоск-Седово в Старобейшевском районе. Текущий ремонт на данном участке был начат 23 октября, сказано в сообщении. Также Минтрансам было запланировано восстановление двух участков в Шахтерском районе по автодороге общего пользования государственного значения Т-0510-Снежное-Маринов-Конакуйбышево. Уточняется, что по одному из участков работы полностью завершены. Восстановлено 4,2 км автодороги. Восстановление второго участка началось 14 ноября. Отмечается, что запланировано восстановить 4,3 км. Власти Луганской Народной Республики сделали бесплатными услуги ЖКХ для семей погибших защитников Донбасса. В этой связи министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова на брифинге в столице республики разъяснила порядок оформления льготы по предоставлению услуг ЖКХ заявленной категории населения. Семьям погибших защитников ЛНР предоставляется стопроцентная скидка на жилищно-коммунальные услуги. Об этом заявила министр труда и социальной политики Луганской Народной Республики Светлана Малахова. Порядок оформления льготы по предоставлению бесплатных жилищно-коммунальных услуг семьям погибших защитников ЛНР определяет механизм предоставления стопроцентной льготы на оплату электроэнергии, газа, тепла, водоснабжения, водоотведения, квартирной платы, вывоз мусора в пределах социальных норм потребления, которые установлены постановлением правительства. Министр уточнила, что лица, имеющие статус члена семьи погибшего защитника ЛНР, должны обратиться в Управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации с такими документами, как паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер учетной карточки физического лица плательщика налогов, справкой о составе семьи, а также удостоверением члена семьи погибшего при защите Отечества. В случае отсутствия льготника такого удостоверения необходимо обратиться в военный комиссариат ЛНР. Государственный таможенный комитет Луганской Народной Республики продолжает работу над тем, чтобы максимально разгрузить многосторонние автомобильные пункты пропуска и, соответственно, сократить очереди автомобилей, следующих в Российскую Федерацию. Государственный таможенный комитет ЛНР с 1 декабря перераспределит потоки транспортных средств коммерческого назначения, выезжающих с территории ЛНР в Россию. Об этом сообщил заместитель начальника отдела организации таможенного контроля ГТК ЛНР Роман Терехов. 8 ноября вступил в силу распоряжение правительства ЛНР, согласно которому с 1 декабря текущего года будут перераспределены потоки транспортных средств коммерческого назначения. Критерием определения МАПП для выезда с территории ЛНР является полная масса таких транспортных средств без учета полной массы прицепа или полуприцепа. Согласно распоряжению ТС, коммерческого назначения без груза полной массой до 18 тонны свыше 21 тонны смогут выезжать только через МАПП Должанский. Транспортные средства коммерческого назначения без груза полной массой от 18 до 21 тонны включительно через МАПП Червонопартизанск. Терехов также уточнил, что такое распределение транспортных потоков будет действовать в период с 1 сентября по 31 мая ежегодно. В этом году эти нормы начнут применяться с 1 декабря. В текущем году аграрии Шахтерского района в открытом грунте площадью 118 гектар вырастили свыше 1000 тонн овощебахчевой продукции и более 11 тонн ягодной. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР. Там уточнили, что аграриями получено 240 тонн картофеля, более 250 тонн лука, свыше 370 тонн капусты и почти 80 тонн томатов. Также было выращено более 9 тонн клубники и 2 тонны малины. 19 ноября в Донецком национальном университете состоялся совет ректоров, а также прошла ярмарка вакансий, в рамках которой студентам и выпускникам Дон-Ну представилась возможность встретиться с работодателями республики. Подробности в сюжете моей коллеги Дарьи Шараповой. В Донецком национальном университете состоялся очередной совет ректоров вузов ДНР, в рамках которого представители учебных заведений республики рассмотрели ряд важных вопросов, касающихся работы высших образовательных учреждений. Одной из главных тем обсуждения стал вопрос развития в вузах системы мониторинга качества образовательной деятельности. И мы сейчас думаем над развитием этой системы мониторинга качества в вузах, в связи с тем, что мы прошли аккредитацию и продолжаем этот процесс аккредитации образовательных программ в Рособорнадзоре, в Российской Федерации. Поэтому аккредитация – это как первый этап, но поддержание качества, соответствующее аккредитационным требованиям, это постоянная серьезная работа в вузах. Также в рамках проведенного заседания был поднят вопрос развития государственного управления в области образования в Донецкой Народной Республике. На данный момент наша служба республиканская по контролю и надзору, она находится в состоянии реорганизации, потому что ей вменяются больше полномочий, у нее расширились задачи, и мы все это приближаем к российским образовательным стандартам и к требованиям Российской Федерации. На заседании ректоров присутствовал и министр образования и науки ДНР, который отметил, что проведение подобных заседаний играет неоценимо важную роль в развитии и совершенствовании образовательной сферы государства. Совет ректоров проводится периодически, и несомненно, несмотря на то, что эта организация является общественной, Министерство образования и науки ДНР всячески прислушивается к мнению наших авторитетных коллег, которые управляют большими коллективами, и основное которых предназначение – это, прежде всего, подготовка кадров, решение вопросов науки, так как и образование, и наука – это две составляющие подготовки студентов. Помимо этого, в стенах одного из крупнейших вузов республики прошла ярмарка вакансий, организаторами которой выступил отдел мониторинга рынка труда и трудоустройства выпускников. Пройдет совсем немного времени, когда станет для выпускников образовательных организаций актуальный вопрос за устройство. Именно с этой целью представители Республиканского центра занятости и Донецкого городского сегодня присутствуют на данном мероприятии. Мы готовы вас ознакомить с актуальными вакансиями по территории всей Донецкой народной республики, а на сегодняшний день в актуальной базе вакансий более 14 тысяч вакансий, из которых 6 тысяч – это вакансий для рабочих служб. В рамках ярмарки Республиканским центром занятости был проведен мастер-класс по поиску рабочего места. Также студенты и выпускники Дон-НУ смогли ознакомиться с вакансиями и пообщаться с работодателями республиканских предприятий. На нынешней ярмарке вакансий я представляю предприятие информационно-обучительный центр ГП «Донецкая железная дорога». Мы ищем инженеров-программистов, потому что жизнь, можно сказать, и работа железной дороги связана в том числе и с автоматизацией перевозочного процесса, а также других сфер деятельности нашего предприятия. По словам студентов, проведение подобных мероприятий является очень важным, ведь после окончания вуза многие сталкиваются с тем, что не могут найти работу по специальности. На самом деле, мне кажется, что это очень нужное мероприятие для каждого студента, потому что сейчас в Донецкой республике у нас с этим дефицит, и каждый студент, который пришел на эту ярмарку, у него есть возможность посмотреть, что ему нравится, он может выбрать себе профессию на будущее, ознакомиться с какими-то новыми профессиями. То есть у каждого студента появляется шанс построить свою карьеру и найти себе работу. В рамках прошедшей ярмарки каждый студент смог найти для себя интересующую вакансию и узнать о том, какие кадры сейчас требуются. Это были все важные события на сегодня. Более подробную информацию вы можете найти на наших интернет-ресурсах, официальном сайте и ютуб-канале Новороссии ТВ. Также рекомендуем подписаться на наш информационный канал в Телеграм, благодаря которому вы будете ежедневно получать оперативную информацию. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии работал Виталий Нагорный. Всего доброго, не переключайтесь. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На протяжении всего дня будет облачно. Днем плюс три, ночью минус один. Начиная с самого утра и до позднего вечера небо в Янакево будет покрыто облаками. Без осадков. Днем плюс два, ночью минус один. Весь день в Горловке будет облачно. Утром будет идти мелкий снег. Днем и вечером осадков не ожидается. Днем до плюс двух, ночью до минус одного. Пасмурная погода ожидается и в Макеевке. Днем столбик термометра установится на отметке плюс два, ночью на минус один. В столице Донецкой Народной Республики с самого утра небо окутает облака, которые не рассеются до самого вечера. Осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до плюс двух градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до минус одного. Субтитры создавал DimaTorzok